Покупать БКБ какое-то, да, вышел, притезерился, там, залил всего там, всякой скоростью и давай там под БКБ колупай эту бедную там башню или вышку или что-то, ну там, когда в тебя все влетает, просто БКБ нажимаешь и начинаешь просто суицидиться об бараке, и можно свою жизнь разменять, скажем, на, вот, грубо говоря, на барак, потом, если будет какая-то драка, можно сделать байбэк, его релокейт сделает там с базы, как-то по-красивому, да. Можно попытаться придумать, ну, в общем, идей куча. Флай убирает пака Бэтрайдера, пак Бэтрайдер Курион, надо, кстати, вообще посмотреть в чатик, там все нормально, что у тебя на столе стоит, гном, на столе, на столе у меня стоит такой чувачок, можно сказать, это символ или как, талисман, что ли, талисман или символ компании WD, которая делает, насколько мне известно, жесткие диски, вот, мне такую штучку на Техлапсе подарили, я подумал, ну, вот, пусть, собственно, стоит на столе. Этот релакс играет 14-3 под фонтаном, убивает имперцев на 20-й минуте, ну, чё, дредуха может, чё сказать, поздравляю. А вот Empire в последнее время что-то не радует. Ну, блин, из Empire ушли мои любимые игроки, к сожалению, вот, Blow Your Brain, Скандал, ну, два, два моих, собственно, два человека, из-за которых я, собственно, и болел за команду Empire. Не могу сказать, что, там, лютый я фанат Сайлента, не могу сказать, то, что лютый, там, фанат, там, Габлака, но, вот, за Blow Your Brain и за Скандалом было приятно наблюдать в стареньких, когда они ещё играли, в стареньком составе Empire. Да, сейчас чё-то как-то, ну, не знаю, пропало, нет огня в глазах, вот, у меня, когда я слышу то, что Empire играют на, там, каком-нибудь финале, эй, закапа, нет. Конечно же, интересно посмотреть, Empire команда хорошая, но раньше, прям, ажиотаж, вот, да, Empire, там, молодцы, тащат, а сейчас чё-то, вот, к сожалению, нету такого. Ну, может быть, это только у меня. Не хочу сказать, что, там, мне не нравится их текущий состав, там, что, там, Мак, там, плохо играть, нет, Мак вообще великолепный игрок, и я порой просто поражался, когда, вот, смотрел за его, вот, за его исполнением, думаю, нифига себе, чё парень-то вообще творит. Как, где он вообще раньше был, то есть, не, ну, он всё-таки не где-то раньше был, да, но какое-то время он, мне кажется, находился в тени, да, таких команд, как Empire, Na'Vi и, ну, вот, старенький состав Empire, он всё-таки задавал. Тогда ещё не было такой команды, как Alliance, они ещё назывались No Tide Hunter, вот, и там ещё играл Eternal Envy, вот, если вы помните тот промежуток времени, вот, тогда на сцене доминировали именно, вот, две команды, да, Na'Vi и Empire, вот, и, собственно, про мага я тогда очень редко, когда слышал, а сейчас он прям так вообще мочит, просто не по-детски. Так, Windrunner, Windrunner, Windranger теперь, да, о, Invoker, естественно, я ожидал, то, что Fly сегодня будет пикать Invoker, я вот тут говорил, что-то про мага, он вообще в Empire-то играет, я просто настолько давно не комментировал Dota, что я чувствую, сейчас зайду на joindota.com и посмотрю составы, там, может, что-то поменялось, хотя, вроде бы, за новостями я старался следить. Старался, да, по крайней мере, по крайней мере старался. Нет, всё те же, Mac, OneScore, Silent, Always, OneFly, Resolution, Anachronix Manager, нет, всё те же, всё те же. Ладно, в общем, завтра у нас будет финальная часть из Акапа, друзья, поэтому надеемся, что туда попадут самые лучшие команды, вот, а сейчас давайте всё-таки обратим внимание на ту игру, которую мы смотрим. Я тут говорил что-то про Invoker и про Fly. Fly всегда берёт Invoker для Хани, ну, в большинстве случаев. И не знаю, насколько хорош винрейт у Fnatic с этим Invoker, но я, честно говоря, ну, вот, люблю, да, люблю наблюдать за командой Fnatic только потому, что они часто пикуют Invoker. И каждый раз, когда я... Хотя у них Invoker, он имеет определённую, как бы, идею, да, то есть у них нету какой-то там фишки, типа, вот, там, например, берём Invoker, а можем, типа, сюда его поставить, а можем потом в другое место его поставить, там, куда-нибудь на Hardlane, в Даблу или что-нибудь такое. У них всегда строго определённый план на этого Invoker. Хани идёт в мид, делает двух форжей и собирает Орша. Тут, по крайней мере, так было раньше, да, сейчас, возможно, Хани будет там Мидаса покупать, потому что Мидаса сейчас покупать выгодно. С4 берёт Devourer против Invoker, но могу вам сказать то, что это теперь не так страшно. На самом деле, грамотный Invoker, который, там, через форжа будет играть, он, в принципе, способен стоять против Devourer, несмотря на то, что он интовый. И, ну, там, можно не подпускать как-то, например, там, видишь, что Devourer полетел уже на тебя, там, прятать, да, ты на него форжа отправляешь. Если у тебя второй квас есть, то он его, там, с трёх тысяч не убивает, ему, там, тысяч шесть, наверное, семь нужно будет, чтобы убить этого форжа. А, как бы, драться с ним, ну, бесполезно. Он броню снимает, и в итоге ты потом одну тычку рукой дашь, и Devourer просто просядет очень сильно, как будто ты ему, не знаю, две-три дал, там, две с половиной. То есть, неприятно. И вот так вот как-то кайтить можно. Можно прибегнуть к помощи тиммейтов. Вот я, кстати говоря, думаю, что ситуация на Миду будет развиваться именно следующим образом. Инвокер встанет в Мид, и либо ВРочка, либо, ну, если ВРка здесь не Хардлянер, да, она, о, Сларка вот пикует в натике, значит, это будут дабллейны какие-то. А может быть, кстати, Сларк пойдёт соло лёгкую, и у Тини, и Виндрана, Виндрэнджер, хочу сказать Виндрэнджер, но мозг просто не даёт этого сделать пока что. Надо привыкать. Я вот к Devourer тоже привыкал, потом что-то вот привыкать, Дистром что-то его называть прекратил. Вот, ну, ВРка, просто-напросто ВРка, да, они могут стать треплой. Итак, Инчу забирают Альянс последним пиком, и, соответственно, у нас следующие персонажи у шведской команды. ЕГМ играет на АЦМ, Киллода на Вивере, Адмирал Бульдог, Бристлбэк, и на Devourer, естественно, С4, Инчу и будет играть Аки, тот самый Аки. А у Фнатиков, как я предполагал, Ханни на Инвокере, Трикси, Сларк, Хэра, Тини, Нотейл, Ио и Флай, капитан команды Фнатик на ВРке. Итак, и так, и так, и так, все, в принципе, ясно, все, в принципе, понятно. Надо будет в логотипчике переключить. Ну-ка зайдем на один сайт, посмотреть там анонс. О, да, там анонс есть, нормально, все хорошо, все хорошо, анонс там есть. И вот так вот теперь переключаемся, должны появиться логотипы. Сейчас я параллельно трансляцию постараюсь включить, и через 60 секунд увижу точно, работает все или нет, потому что дилей надо ставить обязательно. Так, значит, Адмирал Бульдог, просто закуп бога, я бы сказал, у Адмирала Бульдога. Такой даже рэпчик своеобразный вышел. Просто ворды, которые ему купил Аки. Он сейчас типа пойдет, хитрый такой вордец поставил, весьма неочевидный. То есть, рун он не видит, но, по крайней мере, он видит то, что будет происходить здесь, да, на его хардляне, что он, там, как будут его гангать, это очень важно. Аки со Смоуком, обратим внимание, С4. Ну-ка, закуп инвокера смотрим. Закуп инвокера, о, стандартный закуп инвокера. Вот я, как у Ханни, увидел подобный закуп. Вот теперь постоянно, если на инвокере играю, тут проглядывается такая ирония. Постоянно закупаюсь именно таким образом. Действительно, оптимальный закуп на инвокере, потому что Ring of Protection ты всегда сможешь превратить в базилу. А базилу всегда ты сможешь разобрать на что угодно. Можешь Яул, можешь, там, ну, я не знаю, что там еще. Яул, можешь на Оршад там купить что-нибудь, да. Ну, в принципе, вот, Яул или Оршад, да, ты покупаешь обычно на инвокере. Ну, Ханни. Вот, потом, что, вот эту вот, собственно, интовую мантию, из нее можно 0 талисман собрать. Нет, нет, все-таки, кстати, да, вот я сейчас посмотрел трансляцию, вроде бы логотипчики обновились и все в порядке. Все-таки на мид послали дабл, дабл лейн, но Тейл вместе с Эрой будут тут стоять против Деваврора. Не захотел Ханни один против С4 стоять на экзортовом инвокере. Ну, есть определенные причины, конечно. Да, конечно, он простоит, да, он там какую-то экспу получит, но, естественно, грамотный Деваврор, он всегда перефармит инвокера, насколько бы хорош последний не был. Тут уже необходимо прибегать к помощи саппортов. И мы сейчас будем с вами наблюдать игру инвокера, ну, в качестве такого фармящего персонажа, да, то есть он, в принципе, будет стоять на лейне, более чем уверен, что он соберет здесь мидас. Ну, с другой стороны, Брестлу здесь хорошо, так, не забываем включать ластхиты. Так, Трикси на Сларке. Помните, да, что я говорил про Сларка? Ульта у него, ну, все же наверняка знают, то, что ульта у него осталась прежней, да, его добавили в Кэптанзмод, но ульта его осталась, должна была остаться прежней. То есть его в этой ульте не видно, и убить его можно только каким-то массовым АУЕ, я даже не знаю, насколько оно должно быть массовое, чтобы убить Сларка. Ну, вот, как-то все скиллы скастить и попасть в эту тучку. Если только так. Вжимает Виндран, ВР-ка, уходит. Тяжеловато тут против Бульдога было стоять. Надо, кстати, начать включить, переключиться. Ханни, красавчик, все, книгу не качает, все как учили. К васулю берет, чтобы регениться... Ой-ой-ой, Флай, это тяжело. Прожимает он стики. Настакал он, конечно, тут зарядов порядка 5-6 единиц. И в итоге благодаря этому он наверняка выжил, потому что там уже Шоквейв был заряжен, и Бристл бы тоже иголочек бы там накидал бы, наковырял. Ну что, в итоге Сларк стоит один... Вот, видите, вот такая вот терпо-дота, да? Ну, стараются все-таки команды сейчас больше вот именно расставлять теклейны, чтобы можно было больше фармить. Раньше были популярны именно такие глобальные трипл-лейны, да, которые вот именно унижают. Например, отправляем на топ, там, Алхимика, Шадоу Демона, ТХД, и просто там стоит какой-нибудь вивер, да, воткнули Сентрю, он шу-кучи жмет, там, Дизрапшн, Соул Кейчер, Лед, Стан, все, нету сразу. То есть человеку там не пофармить. И фармить там могли только какие-то такие лютые ребята, как... ну, не то чтобы даже фармить, а просто стоять и выживать, да, могли такие лютые ребята, как Клокверк, например. Вот тут у Хани проблемы, скорее всего, у него тут действительно будут проблемы, если он отдаст ФБ, это будет, конечно, очень смешно. И да, ФБ отдает Хани, Бульдогу. Надо же, две недели не стримил и ФБ не пропустил, друзья, это похоже прогресс, по крайней мере для меня. Похоже на прогресс. Так, как там Девауреру в миду стоится? Девауреру в миду, в принципе, стоится не так грустно, как могло бы стояться, если бы... Если бы что, если бы... Я не знаю, если бы что. Просто могло бы стояться ему намного хуже, да. А сейчас, а так он, ну, вот он Эру прячет там один-два раза. И вот вы видите, да, у Эры уже все. 13 маны, 4... нет, 3. 3 стака С4 сделал и все. У пацана просто нету маны на то, чтобы что-то скинуть. И он в итоге такой кусок мяса, нет, прошу прощения, кусок камня, который бегает по речке туда-сюда и пытается злооситить крипов. И с учетом того, что он милишник, и с учетом того, что у ОД рука на порядок выше... Ну, на порядок, не на порядок, просто выше. Флай. Флай понимал то, что он не убегал. Но странно то, что инвокер по-прежнему не инвочит форжа. У него он умер, отдал ФБ, у него было время, чтобы синвочить форжа. Кулснап у него был, 100%. И если бы сейчас был бы форж, может быть бы, ну, убили бы. То есть в лицо отправляешь этого форжа и тыкаешь, тыкаешь его, тыкаешь. Я вот не заметил в итоге, что тут все-таки было. Но мне кажется, Ханни мог бы форжа вызвать как минимум. Да, это лишним бы точно не было. Четыре баночку у Абузи. Тут Курьеру Альянс такой интересный. Да, интересный дракончик. Он, самое приятное, то, что он такой тоненький. Там есть Курьеры большие, там они с эффектами. Там видно через всю карту, если там где-то пролетел, где-то вижн был. Ханни, проблема тут все. Не, Ханни, не желез. Все, помер. Да, ну, конечно, алики гоняют по-лютому инвокера с VR-кой. Вроде бы тут инча с крипами выходит. Нет, бот все, тотально слит. Бот тотально проигран. Сто процентов. Вот тут Трикси напрыгивает на лоду. Очень качественно, можно сказать. Он на него напрыгнул. Но Шукучи третьего уровня. То есть вряд ли Трикси его догнал бы. Сейчас может быть еще раз. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Не, вот цепанул бы, кстати, сейчас. Может быть бы в итоге бы... Хотя он бы накотился бы от Шукучей. Там сразу бы Джимминейт бы полетел. Да, наверное, он бы, может быть, еще и сам бы умер, если бы в итоге напрыгнул бы на него. Прилетели сюда или не прилетели. Пришли, наверное, Эра вместе с Нотейлом. Но никого поймать они здесь не смогли. К их глубочайшему сожалению. Потому что в это время команда Альянс везде фармит. И одного форжика Ханни вызвал. Понимает, что уж лучше. О, спрятали. Смотрите, сейчас ЕГМ приморозит. ЕГМ. Но Вакулсна пошел. ЕГМ, а Ханни... Ну, терпит, терпит, да. Вот видите, кстати, как накосился. У С4, правда, от вышки много накосился. Но мог бы Ханни спокойно отстоять на меду против Деваврера, если бы ему периодически помогал бы кто-то из саппортов. То есть тот же Флай или Нотейл приходил бы как-то там, шарики бы раскручивал. Но Нотейлу, по идее, надо чуть-чуть побольше фармить. Потому что он, собственно, нуждается в шестом левеле. Да, ему нужен шестой левел, чтобы делать релокейты. В этом заключается идея Виспа. А что касается вот Верки. Ну, блин, Верки... Вообще идеальный вот такой Харас можно сделать вместе с Никсом. Если у вас есть в команде Никс, то на первом уровне этот персонаж просто прокачивает Моноберн, выходит на мид, дает два Моноберна в Деваврера. И тот просто ничего не может сделать. Смотрите, на Адмирал Бульдога нападают. В лицо ему скастовали прям повершот. И понял Бульдог то, что тут уже не так-то весело стоять. Начинает отбегать. И вот втроем его Фнатики убить не смогли. Насколько же все-таки жесткий и плотный этот Бристол. Сейчас он стакает как можно больше этих игл, чтобы, ну, просто чтобы бежать быстрее. Он сейчас домой побежит, ему нефиг здесь делать. Надо Ману восстанавливать, надо ХПшки восстанавливать. Поэтому, опа, это Сларк напал на саппорта, да? Вот Сларк, неопределенное, можно сказать, звено в пике команде Фнатик. Ну, что значит неопределенное? То есть, ну, как вот он себя покажет? Он стоял против Лода. Лода имеет рецепт Мидаса. То есть, у Трик сейчас седьмой уровень. И то, что его как-то там харасит, ему просто все равно. То есть, он отбежит, постоит 5-7 секунд за Туманом Войны. И в итоге все свои ХП он восстановит. Единственная его проблема, это вот такое глобальное отсутствие маны. Потому что, ну, эту ману он может только на базе восстановить. Он сейчас как раз-таки на базу и бежит. Ну, благо, бегает он тоже быстро, когда Вижена нету. Так что, все в порядке. И вот как вот себя это Сларк поведет? Казалось бы, можно сгрызть там любого саппорта сразу. Но есть Деваурер, который может спрятать в Астрал от Сларка, от фокуса спасти. Если С4 очень сильный кач получит, то он может одной льтой просто унести. Предположим, если Сларк ультанул, когда у него было там 200-400 хитпоинтов. То С4 таких... О, кстати, кого-то он там уже прицепил, я слышал. Да, он там дерется с Лодой. Но у Лода есть таймлапс, не забываем об этом. У Трикси... Ой-ой-ой, хорошо прицепил. Смотрите, уходит в ульту. Ищет, ищет Лода в другую сторону. Побежал. Вот ошибся Трикси, что без просветов вышел на Лоду. Были бы сейчас просветы, он бы его убил. И этот фраг, ну, мне кажется, был бы весьма ценным для команды Фнатик. Потому что бы, ну, Сларк получил бы очень сильный буст с этого. Много хп и какое-то золото. Потом он бы отхилился, продолжал бы по-прежнему стоять на этом лейне. А Вивер пока бы ресслался, пока бы там телепорт бы это делал. Сларк уже там, ну, полторы пачки там крипов, можно сказать, сфармил бы. И уже было бы, ну, во-первых, тяжелее с ним стоять. Это раз. Во-вторых, он бы представлял большую опасность сейчас. А так Трикси... Конечно, хорошо то, что он прогнал Вивера. Хорошо то, что Лода сейчас не фармит. Но это не так круто, как если бы он его убил. Очевидные вещи какие-то я сейчас говорю, по-моему. Так, инвокер шестого уровня. А Деваурер у нас получается восьмого. Ну, да, инвокер какое-то время стоял в дабле. Инвокер два раза умирал. Не забываем про это. С вооружом фармит. Вот, что, кстати, приятно еще то, что инвокер на Рейзент, если уж ему на миду совсем тяжело стоять, можно всегда вот так вот уйти в лес, благо недалеко. И через фаржа просто все это дело фармить. У него базилка есть. Он вполне может ее сейчас включить, чтобы... Ну, просто, да. Ну, второй мидас появляется у Альянс тем временем. Эра. Естественно, отстает по фарму от Вивера. Конечно же. Ну, зато Сларк там такой хардляйнер, который много чего нафармил. Сейчас отжирается в лесах. Вот ему бы сейчас выйти куда-то, оставить просто этого Вивера, может быть, одного. И если бы он вышел бы, скажем, на бот, он бы сто процентов, сто процентов они бы всех забрали. Так, все, кастует в Адмирал Бульдога, разворачивается, в лицо его убивают. Шарики раскастовал, но Тейл качественно. И в итоге этот вот стрик из трех фрагов, который был у Бульдога, сейчас переходит, реализовывается в золото для... Кого? Для... 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 для Ио, конечно же. Я не заметил. Релокейт на С4, С4 сразу же петляет в другую сторону, получил гречки, получил пинка и не успел себя спрятать. Очень качественный ганг от команды Фнатик, надо отметить. И Вивера на топе убивает Сларк. Вот это по всем фронтам Фнатики сейчас опережает своих соперников. Выходит вперед по счету, и я думаю, что даже такая своеобразная плюс-мораль должна быть. Вот мы, мол, терпели-терпели, погибали-погибали, а сейчас бабах, и начинаем тащить. Ну, молодцы, конечно, ничего не скажешь. Что там с графиками? Видите, как в экспе сразу же упала полосочка... Как? Неполосочка кривая, правильно сказать. Резко упала для Альянс. Фнатики получили золото с этого. Ну, Мидаса есть у кого-то из команды Фнатик? Мидасов ни у кого нету. Зашевырнул крипа Эра. Наверняка хотел зашевырнуть на Тейла. Вот. И весьма интересная стратегия. С... Ну, можно как бы сделать релокейт, подкинуть гречки и запилить санстрайк. То есть под Тос, под Аваланс можно кинуть санстрайк, и там шанс промазать весьма вал. Так, ну что, Трикси... Вообще, Трикси может попытаться кого-то подрезать, если ему здесь помогут. У него есть ульта. Конечно же, вот, у него есть ультимейт. Из-4 прячет. Так, из-4 прячет. Сейчас, если Кентом застанет, будет очень плохо, но Кент уже кончился. Трикси начинает сразу же драку здесь. Лода, 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 таймлапс не успевает сжать, получает стан. Повершот попадает в Аки. Аки терпит, но он подвис Памера. Зачем ты за ним бежишь? Разворачивайся на Деваурера. Но с Деваурером справился Трикси. Ну, Аки догнать. Ой-ой-ой, хорош Санстрайк! Какой божественный Санстрайк от Хани прилетел. Ну, там божественного, конечно, ничего не было. Здесь просто не развернуться. Только по прямой можно бежать. И Санстрайк был, вот он примерно столько в АОЕ имеет. Если бы он как-то вот так вот бы отбегал, может быть бы он его и заивейдил бы. Но, естественно, там, когда за тобой такая пачка бойцов гонится, а тут уж, извините меня, не до мансования. Там чуть-чуть страйфанешься, потеряешь скорость, потеряешь перемещение и в итоге тебя догонит. Появляется первый Мидас у Фнатиков на 12.59 у Инвокера. Ну, заюзает он его чуть позже. Важно именно, когда он его заюзает первый раз, а не когда он его купил. Прошу обратить на это внимание. Пока что, собственно, нету у Хани Мидаса. Надо его притащить себе еще. А вот притащит, там другой разговор. Мидаса для Инвокера это очень важная штука. Ну, как? Нельзя сказать, что без нее играть нельзя, но это очень четкий... Ой-ой-ой-ой-ой! С4 прячет, набирается Санстрайк. Летит Санстрайк. Чуть-чуть промазал с таймингом, но два фаржа и Сларк они просто не обращают. Хани может переходить в данный момент в стадию лютого пуша, потому что... Ну, два... Когда у Инвокера появляются два фаржа, вот этот вот момент, если это не сильно поздно, то это очень опасным героем делает Инвокера. Можно просто идти по лейну и вот бить всех подряд, потому что, ну, дамаг у них, сами понимаете, весьма неприятный. Они... Еще они рейнджовые. Каждый удар фаржа снижает броню на единицу, то есть, соответственно, два фаржа по разу ударили, минус два брони. Уже круто. Там ЕГМа убивают, кстати. Вот. И они довольно плотные, то есть, самое-то неприятное в этих фаржах, то что, когда начинается тимфайт, и два фаржа просто стоят где-то в драке, то они фокусят, фокусят там кого-то, да, там особо не паришься ты по этому поводу, а потом через 15 секунд смотришь, ага, у тебя минус там 10 брони. Тебе там подходит Тинни, дает кулаком в челюсть, и ты понимаешь, что как бы это нифига и не мелочи, потому что, ну, фокусить фаржей, ну, фокусить фаржей хорошо будет Девавреру и Инча, если она будет их переманивать, то будет нормально. Вот это как можно с ними бороться по-быстрому, да, Деваврер по ним дополнительный дамаг будет наносить, а Инча может переманить. Вот, но все равно два фаржа, это круто. Все равно же двух фаржей можно сразу же перевызвать, да, если там одного переманить, просто новых вызываешь и все. Дальше, раскачка Хани будет следующим образом складываться, он вкачает 3 инволка, скорее всего, да, я уж не помню, как там он вкачается. 3 инволка, и потом, мне интересно то, что он векс вообще не качает на двоечку. Все-таки, мне кажется, то, что векс на двоечку, это приятно, приятно иметь векс на двоечку, чтобы торнадо чуть подальше летело, потому что первым торнадо вообще забудь, ты не синицируешь никогда, ну, если только в упор подойдешь. Но инволкер будет здесь, наверное, все-таки качать именно экзорт. Это такая традиция, ну, и в этом есть определенный смысл, конечно же. Вышка падает, сюда партится с ларк, понимают ребята из Альянска, что будут проблемы. Фаунс, спрятал С4, спрятал он, не вижу кого, кажется, Тинни он спрятал, его пришаклили теперь. Да, С4 также падает. Даблкил от Ханни, колдснапчик есть какой-нибудь? Оп, да, колдснапчик был набран, но Ханни не успел его скинуть, 2-300 золота. Интересно, что этот поцик будет покупать, позволить он себе, может, что угодно. Ну, даггер здесь нет смысла, наверное, брать, потому что инициаторов полно в пике команды Fnatic. Вот, что касается каких-то других айтемов, ну, вот он себе что-то уже приобрел, форс, что ли, или что-то. Рецепт, да, рецепт Травл Тапки он себе сразу же купил, тоже такой интересный артефакт. Но сейчас поговаривают то, что, поскольку фейзы не так, ну, о, релокейт на лоду, ну, такой весьма сомнительный релокейт получился. Ну, потому что, ну, ты его просто сделал, этот релокейт только для того, чтобы Эру забрать на базу, или куда он его забирает? А, он его на бот забирает, всё понятно. То есть, это был не за лодой релокейт, это был релокейт за Эрой, в первую очередь. Ну-ка, инвокер с траволами. Ну, типа, фейзы сейчас, ну, там их чуть-чуть подрезали, да, хочется быть помобильнее. Да, и, кстати, инвокер с этими фаржами, он тоже интересный, можно фаржа одного отправить куда-нибудь и на него припартиться, там, куда угодно. Нет, травола это артефакт хороший, там, для многих героев. Да, просто его покупают редко, потому что золота нету, потому что надо его во что-то реализовывать полезное. А травола это, по сути, как ещё дополнительный фарм идет и мобильность на карте, что письмо важно. Мобильность на карте, она имеет разные плюсы, да, не только для того, чтобы там подраться хорошо и пофармить, естественно, и посплитпушить. Забрали вышку. Ну, Альянс трутся у Рошана, не знаю, чего они тут трутся, в смолке что-то ходят, тут ищут, кого они тут ищут. В итоге они отдали вышку и в этот момент ничего не проформили, поскольку у Аликов есть огромное количество Медасов, у них тут три Медаса, да, если я не ошибаюсь. Да, три Медаса у команды Альянса и один всего лишь у Фнатика. Мне кажется, что их задача сейчас вот постараться затерпеть, может быть, в каком-то смысле, чтобы у Деваврора появился Форс, чтобы у МЧИ там, ну, тоже какие-то айтемы появились, какие-то близкие к Аганю. Вот они сейчас вряд ли они, ладно, идут на Рошана что ли? Ой-ой-ой, вот это Альянс очень аркадно поступаю сейчас, потому что они должны отдавать себе отчет о том, что если сейчас сюда зайдет команда Фнатик, то им тут всем борода, сто процентов. Вот они, видите, как-то нервно этого Рошана пытаются убить, то бьют, то отходят, то бьют, то еще раз отходят. Ну, надо, если бы били, то надо было бить сразу, потому что сейчас уже этого Рошана не убьешь, потому что у Инвокера откатились уже. Травал Аут, он купил себе ультимейт Орб, это похоже, очень, очень похоже на Хекс. Потому что, ну, я не знаю, что тут еще можно купить. Трикси ворвался, потратил ульту, сколько кд ульты? 65 секунд. Вот, что за... Что за имба? Что за имба? Я пытаюсь тут просто выяснить, это та ульта такой-то, у него 65 секунд кд. О, хороший шекл. По идее, это должна быть та же самая ульта, просто у нее какой-то кулдаун маленький. А, ну 4 секунды зато действует, все, поцепили. О, за проказ забрали Деваурор, это делает байбэк. Не хотят, похоже, Альянс отдавать Рошана. Ну, а что поделать? Отдавать они не хотят. Отдавать-то, может, и не хотят. Но... Но, может быть, придется. Сейчас у Сларка еще ульта откатится, и он вообще не побоится. Ну, кстати, как датчик вордов, Сларк тоже весьма интересный герой, да? Ты понимаешь сейчас то, что... О, напрыгивает, смотрите, как спрятал его сразу же С4. С4 начинает стакать инту, первый стак у него уже есть. Снизу Адмирал Бульдог начинает навешивать хороший сварм от лоды, прямо из-за спины. Растягивает очень сильно Альянс своего соперника. Эра начинает получать от Брестла. Канни делает первый фраг на лоде. Очень мало хитпоинтов у Нотейла. Нотейл пытается унести Эру. Красавчик Нотейл. Спрятали здесь Трикси. Кажется, Трикси умрет 100%. Или нет, он сжимает ульту. Начинает мансовать. Что-то придумывает. Делает паунс оттуда. Не дотягивается до барьера. И летит первый импетус. И этот первый импетус стал последним для Сларка. Здесь байбэк мы видим от Трикси. Сейчас портится на Т1 вышку. Подошел Эра. Эра полная С4. Начинает наливать рукой. С4. Мало хп. С4 падает в итоге. Аки в упор подошел к нему Нотейл. И ничего не смогли сделать. Разменяли Девауэра на Нотейла. Эра терпит. Эра кидается дикобразом в ЦМку. Лоду пришаклили. Ах, лоду пришаклили. Аки тоже умрет. Хоть и забирает с собой Эру. Дичайший размен. Огромное количество экспы упало для инвокера. Огромное количество экспы упало и золото для Трикси, как мне кажется. И для Флая тоже. Посмотрите, сколько они вообще заработали. Очень, очень много денег у Ханни сейчас. Он может позволить себе жуткие артефакты. Сейчас добьют Рошана. Может мистикста в тупе. Сбирает себе Аэгис, Вокер. И портится на базу. Естественно, портится на базу Вокер. Только вот вопрос. Что же он будет покупать? Ну, как я и предполагал. Да, он докачал до тройки инвок. И начинает просто до упора выкачивать свой экзорд. Ну, и пусть. Пусть выкачивает экзорд. Окей. Сейчас меня больше волнует, что же он все-таки собирается купить себе. Какой же айтем? По идее, на гинзу у него с минуты на минуту хватит денег. А вот и гинза, которая появится у инвокера, это будет весьма печальным фактом для команды Альянс. Печальной новостью. Потому что его никак не сконтрить, этот Хекс. Нету никакого БКБ, нету никакого, не знаю, бафа. Который бы защищал, скажем, или какой-то ответный АОЕ, там, инициации. Типа, Хекс кастере, там, вруается, манус, РПшку дает. Что нам ваш Хекс? Да, в итоге купил гинзу. Докачал экзорд до конца. На шестнадцатом левеле интересно, что он возьмет. Неужто кваса он нет? Вообще, по идее, можно было бы... Хани мог бы сбить, но он там не видел, далеко был. Надеюсь, он видит сейчас лоду. Интересно, справится... А, ну, вообще через Хекс справится. Релокейт, Хекс, Вард, Шекл, Таймлапс, Кирпич мимо, КВЕ, неплохое КВЕ. Еще один Вард, Лода, Вард, убили. Ну, догнали все-таки Вивера. Зря он сюда забежал, надо было, наверное, просто бежать сюда. КВЕ-шку, конечно, грамотную дали, ЦМку подрезал тем временем Трикси. Трикси, кстати, не боится с Брестлом драться, потому что он очень сильно статы... Ой, поспешил с Санстрайком, ой, поспешил с Санстрайком, но все равно это не важно, потому что Адмирал Бульдог сейчас упадет. Троих героев потеряли Альянс на пустом месте, банально. БКБ покупает Сларк, его, естественно... Вот теперь его в ульте невозможно убить вообще ничем. Полная неуязвимость, то есть АОЕ прокаст на него не подействует. Деваурор там летает, Форстав себя... О, все, все-таки купил Форстав себе. Как говорится, ну хоть что-то. Да, в Иксуле все-таки взял на двоечку. Тут уже в Иксуле-то приятнее тоже будет. Ну хотя ради чего здесь КВЕ чуть дальше, чуть прикольней получается. Торнадо чуть подальше. Ну, да. Экзорт, наверное, все-таки выкачивать смысла больше есть. Когда ты именно КУЕ инвокер, а не ВЕКС инвокер. Да, именно надо ВЕКС выкачивать, если кто на ВЕКСах. Алакрити вешает на Аэру, что тоже приятно. У него имеется дополнительный дамаг по вышкам. То есть, когда ты вешаешь Алакрити... Ой-ой-ой-ой-ой, будут сейчас, похоже, проблемы у кого-то. Должны быть точно проблемы. Здесь Гречка мимо. Трикси цепляет лоду. Трикси умирает сам. Кастует ульту. Уходит. Деваврер дает ульту. Убивает Нотейла. Разворачиваться здесь весьма было бы глупо. Но вот выходит инвокер, кидает торнадо свое. У него сейчас в КД-шке инвок. И Трикси там бегает. Никого не может убить. Там байбэк сделал Нотейл. Но в итоге сейчас-то Альянс неплохо растягивает. Все-таки Брестла убили. ЦМ-ку убили. Деваврер еле живой. Да ладно, сегодня живой. Шакля пришаклила. Санстрайк. Нет, Санстрайка нет. Ну, инвока нету. Поэтому придется руками побить Акки. Зашвырнули. Сларка, кстати, Вивер убил. В итоге еще и ничего подрезали. Сларк-то там отдал хороший... А, нет, не отдал. Хороший ничего не отдал. Ну все, делаем ЕВВ. И Эйра заканчивает эту доту. Вот, собственно, ЕВВ. Что-то творится с ребятами из Швеции. Последнее время подсказывают ребята в чатике. Ну, да, я заметил, например, с последним матчем, что они не очень что-то круто выступают. Сейчас откатится еще одно ЕВВ. Это минус 2 барака 100%. Можно еще поиздеваться унитаза тут поломать. При желании. Но, кстати, шведы-то все-таки не сдаются. Давайте-ка посмотрим графики. Посмотрите, как резко вышли вперед. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так же выигрывали. Алики-алики. Так-с. Аганим. Что дальше инвокер будет рашить? Ну, я бы предположил то, что дальше инвокеру можно собрать какой-нибудь тоже аганим. Потому что все-таки когда ты можешь чаще давать скиллы, это делает тебе явно круче. Ну, инвокеру сейчас у него хорошее. То есть на 17-м левеле действительно смысл в аганиме есть. Потому что это ВВК, ЕВ, КВЕ. Потом стенка, фаржи, коллснап, ЕВВ тоже можно накидывать. Единственный скилл, который сейчас особого смысла не имеет у инвокера, это ВВВ. Потому что мана она сжигает очень мало, взрывается долго, почти не дамажит. Ну, приятно только то, что ману восстанавливает инвокеру. Ну, там и то, чтобы себе на монопуле полторы тысячи маны, чтобы себе хоть что-то восстановить в процентном соотношении, надо, наверное, этой ЕМПшкой попасть вообще по всем. Если попасть, там попробуй попасть. Она взрывается очень долго. Поэтому как бы единственный скилл, который, наверное, такой особого смысла не имеет в данный момент на инвокере. И скидывать его ханим будет. Если и будет, то в каком-то явно пьяном бреду или при отсутствии других каких-то скиллов. Ну, учитывая то, что у него инвок откатывается 5 секунд, наверное, он не будет все-таки скидывать. Ну, посмотрим, что он там закупает. Я вижу то, что у него что-то начинает появляться. А, он форстап себе купил, да. Я думаю, куда у него деньги делись. Не заметил форстап. Да, инвокеру какой-то нужен, конечно же. Вот это вот передвижение. Потому что неприятно, когда ты не можешь выйти из драки или, наоборот, войти в драку. Это очень важное свойство, которым должен обладать инвокер. Ну, вообще, желательно любой другой герой. Герои, которые обладают способностью в любой момент войти в драку, это инициаторы. Герои, которые обладают возможностью в любой момент выйти из драки, это эскейп возможности. А если у тебя есть форстап, то ты, в принципе, можешь то и то делать, ну, с какой-то определенной, естественно, гранью, да. И эта грань, это количество юнитов, на которые ты можешь себя толкнуть. Или соперника. Вот. Так что форстап для инвокера, это, можно сказать, один из основных айтемов. Да, вообще, форстап в доте. Один из основных айтемов, в принципе, как там, БКБ, форстап, барабан. Вот это такие основные шмотки, которые покупаются чаще, чем какие-нибудь скади или там рапиры. Или там полный крит, как вариант. Ладно, что-то я совсем заговорился. Что происходит в данный момент на карте? В данный момент на карте происходит то, что фнатики что-то никак не могут собраться с мыслями и закончить эту доту. У них сейчас есть для этого абсолютно все. У них есть Тини с Керасой, Доминатором, Кристалисом. Достаточно получить от тиммейта Хани, ЕВВшку и тизер от Нотейла. Как Тини просто справится один со всей командой, если там не задизейблет хороший и релокейт. Вообще сейчас, если сюда... А, релокейт они сделали на мид. А сейчас Нотейл, получается, вернется туда один и его убьют, да? Ну что ты будешь делать? Ничего не будешь. Приморозили, убили. А, Гост. Ну что, выживет? Вряд ли. Бристалл троллит Испа. Говорит, ничего не понял из того, что ты сказал. Ух, Тини. ДДшка. Ох, этот парень сейчас даст. Крит 1125. У Деваурера столько нету. То есть, если он сейчас как-то прыгнет и даст ему дубиной по морде, то, наверное, все-таки он... Ну, если не умрет, то с двух ударов он точно помрет. Там, критик, простой удар. Дабл демэджа. Чувствуют, кажется, фнатики то, что соперник в данный момент убивает Рошана. Или не чувствуют. Повершот. Так, прочекали. Видят они Тини с дабл демэджем. Не пришаклило лоду. Сейчас будет БКБшка. О, хорош, хорош, хорош КВЕ. О, ага. Тини просто одним ударом убивает Вивера. Друзья, посмотрите на это безобразие. Зафорстафился С4. Аегис подобрал кто? Кто подобрал Аегис? Кто-нибудь видел? Деваурер. Ох, хитрец Деваурер. Подобрал Аегис. Не думаю, что он ему поможет. Что, задевардили все? Все, что могли Башар покупать. Сларк. Как ты это будешь деть? Смотрите на Эру. Посмотрите на Ахитрикс, который нифига не боится. БКБ жмет. Ульту пока что не собирается жать. Убили Ничу. А, поломали второй барак. Просто без боя поломали второй барак команды Фнатик. Идет ВВ-кушечка, ЕВ-шечка, КВ-ешечка. Бульдог. Хоть и по спине, но ему и так неприятно. Сларк прыгает за ним. Ныряет. Сейчас Санстрайк должен набираться уже. Санстрайк. Ханни. Ханни, давай, я верю. Санстрайк. И полетел куда-то. Совершенно, кажется, в другую область. Он, наверное, в Деваурера полетел. Потому что тот там спрятался в Астрал. Но это уже не имеет никакого значения. Ханни с Годлайком. Лода терпит. Лода умирает. Нет, Лода умирает. Умирает. БКБ уходит. Но не умирать-то не умирает. Но команда Альянс пишет ГГВП. Да. Хорошая игра получилась, надо сказать. Потому что... Ну, был такой переворот своеобразный. Я-то думал, фнатики сейчас... Ну, если они так против Альянс плохо начинают, то обычно это... Против Альянс нельзя плохо начинать. Потому что это плохо закончится очень. Как видите, Радиент в данном случае, ну, откровенно говоря, начали не круто. Потому что их там дабл-лейн затерпел весьма сильный инвокер вместе с ВРК. Но в конечном счете Сларк вышел со своего лейна. Один раз убил Вивера, потом какие-то другие там тоже неприятности начал создавать в команде соперник. Итак, второе лобби должно появиться с минуты на минуту, друзья. Это будет БО-3. Это будет БО-3, конечно же. То есть у Альянс, конечно же, еще есть шанс отыграться здесь. А я думаю, что сделаем-ка мы небольшой перерыв. Потому что... Нас ждет еще одна очень крутая игра. И наверняка она будет идти не так уж и быстро. Вот поэтому предлагаю пополнить запасы чая. И сделать небольшую музыкальную паузу. Как вариант. Так-с. Хм. Где-то здесь была такая картиночка. А, вот, кстати, лобби появилось. Странно только, почему я туда не могу законнектиться. А, Out of Date клиент. Да, как раз еще и дотку обновим. Только этого нам не хватало. Ладно, музыкальная пауза. Не расходитесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok